Готовятся изменения в закон о дачной амнистии. В настоящее время проводится публичное обсуждение закона проекта от марта 2021 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования порядка оформления прав граждан на объекты недвижимого имущества. С вами я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Карасакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить уведомления о следующем видео. Итак, что же позволит этот закон? Первое. Появится возможность зарегистрировать жилой дом, построенный в советское время, на участке, на который отсутствует правоустанавливающие документы. Также упростится процесс оформления для наследства. Второе. Регистрация прав на жилой или садовый дом, построенный или строящийся на земельном участке, предназначена для ведения садоводства, для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства, соответствующий требованием градостроительного кодекса. Отдельно стоящее здание с не более чем тремя надземными этажами и высотой не более 20 метров. Осуществляется на основании только технического плана. Не требуется, если дом зарегистрирован в ЕГРН. И правоустанавливающие документы на земельный участок не требуется, если земельный участок зарегистрирован в ЕГРН. Третье. Если не было проведено межевание земельного участка, то его границами считаются границы, фактически существующие более 15 лет. Ответственность за достоверность границ участка несет его собственник и кадастровый инженер. Четвертое. Если жилой дом построен до 14 мая 1998 года и земельный участок предоставлен бесплатно, то до 1 марта 1926 года можно оформить бесплатную передачу такого участка в собственность, то регистрация прав на земельный участок проводится одновременно с регистрацией прав на дом. Это положение распространяется и на наследников. Предоставляемый бесплатно земельный участок предварительно должен быть осмотрен представителями местного органа власти на предмет отсутствия самовольного захвата земли и самовольной постройки на ней. Затем публикуется извещение о предоставлении этого участка. Законопроектом предусматривается возможность регистрации прав на земельный участок под многоквартирным домом не только на основании проекта межевания территории, но и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с соблюдением процедур общественных обсуждений или публичных слушаний. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вам понравилось видео. Пока!